Ко мне, грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастово согрешил Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Достойно есть я, кого истину блажить тебе, Богородицу, пресноблажанную и пренепорощенную, Матерь Бога нашего, счастнейших и любимых славнейшего, истину, Серафим, безысления Бога, Слово, Рожищу, Исущую, Богородицу тебя обилищаем. Слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и преснох, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причистой Твоей, Аматери, силы щаснага, жертвовящего креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых, помилуй, спасти на всякое благо, если и человека любишь. Аминь. Слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и преснох, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Не молись, если ты хочешь нашим, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже, очисти меня грешнох, яко николи же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавого, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзусь, там и недостойно восхвалю имя Твое, Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и преснох, и вовеки веков, аминь. Царю Небесный, утешители души истинные, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, и очистены от всяких скверных, спаси блаже души нашам. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и преснох, и вовеки веков, аминь. Присвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и в цели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и преснох, и вовеки веков, аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука богом. Ибо Твое есть Царство силы и слава вовеки, аминь. Во, вставши от сна, припадаем тебе блажь, ангельскую песню пьемте сильный. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигаемся, Господи, умы и просвети сердце. Весни моя твердивая, же петь эти святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веково, аминь. Внезапно Судья приедет, и к его же деяния обнажаться, Но страхом заем по луныще. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отца, благодарю Тебя, Святая Троица, Кому дирает Твоя благость и благотерпение, Не прогнелся на меня ленивый и грешный, Не полубил меня с обеззакониями моими. Но человек олюбцов, если обычный, И нища, и невежащий, Говорил у меня и с ним. Твои же утренки, словословики, Державу Твою, и ныне, Владыка, просвети, Мои очи мысленные, отвязи мои уста, Поучайте со своим всем Твоим, И разумите заповеди Твоя, И творите волю Твою, И пейте Тя в исповедании сердечем, И воспевайте все святое имя Твоя, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и Присное, Во веки и Плава, аминь. Придите, поклонимся, Придите, поклонимся, Христу, Царю, Богу нашему, Придите, поклонимся и преподем К самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Восемьдесят девятый Псалом. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, Прежде нежели родились горы, И Ты образовал землю и вселенную, И от века и до века Ты Богу. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, Возвратитесь, сыны человеческие, Ибо перед очами Твоим тысячи лет, Как день вчерашний, Когда он прошел и как стражам ночей. Ты как наводнением уносишь их, Они как сон, Как трава, которая утром вырастает, Утром цветет и зеленеет, Вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, И от ярости Твоей мы смятение. Ты положил беззаконие наше перед Тобою, И тайное наше перед светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, Мы теряем лета наши, как звук. Не лет наших семьдесят лет, А при большей крепости восемьдесят лет, И самая лучшая пора их, Труд и болезнь, Ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, И ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счастливать дни наши, Чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, Да коли умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, И мы будем радоваться и веселиться Во все дни наши. Возвеселил нас за дни, Возвесели нас за дни, В которые Ты поражал нас, Залетав, в которые мы видели бедствие, Доявится на рабах Твоих дело Твое, И на сынах их слава Твоя, И да будет благоволение Благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших Спас пешествуй нам. В деле рук наших Спас пешествуй. Живущий под кровом Всевышнего, Под сенем всемогущего покоится, Говорит Господу, Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которую я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, Огибельной язвы, Перьями своими осенит тебя, И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, Не убоишься ужасов ночи, Стрелы летящей днем, Язвы ходящего мраки, Заразы опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, И десять тысяч одесную тебя, Но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, И видеть возмездие нечтивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, И язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе, Охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, Да не притнесшая камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, Попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, Избавлю его, защищу его, Потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услыши его, С ним я в скорби, Избавлю его и прославлю его, Долготую дни насыщу его, И явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, И Господь Иисус Христос, По своему многолюбви сошел на землю, И воплотився, чтобы спасти всех, И снова, Спаситель, Спаси меня благодатью Твоею, Молю Тебя, Ибо если по делам спасешь меня, То Ты не будешь благодатью и даром, Но более делом. Ей многие щедротах И неизречены в милости, Ибо Ты сказал, Что верующий в меня жив будет И не увидит смертью в веки. Итак, Если вера в Тебя спасает отчаявшихся, То верую, Спаси меня, Ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел Доменится мне, Боже мой, Потому что совершенно не найти Дело правдущих меня. Но это вера, Да будет проще всего, Да ответит за меня, Да оправдает меня, Да явит причастником славы Твоей вечной, И да не похитит меня сатана На грех, И чтобы снова потрудиться для Тебя, Без лени, Усердно, Как прежде потрудился Сатанепрещающему. Особенно же, Потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, Во все дни жизни, Ныне и всегда, В веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, Постану и хранить Мою бедную душу И несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, И не отступи от меня За невоздержание мое, Не дав возможности Узлома демону Починить меня Себе преобладание Утого смертного тела. Возьми крепко несчастную И опустившуюся руку мою, И выведи меня На путь спасения. О, Сыто, Ангел Божий, Хранитель и покровитель Бедному души и тела, Прости мне все, Чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни. Если я чем согрешил Прошедшую ночь, Защити меня в настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского, Чтобы мне не прогибать Бога Никаким грехом. И молись за меня, Господу, Чтобы Он утвердил мне страхи своем И сделал меня рабом, Достойной своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, Своими святыми всесильными молитвами Отгони от меня Смиренного, несчастного раба Твоего, Уныния, забвения, Неразумия, нерадения, Удалицы скверные, лукавые И хульные помыслы Из закаянного моего сердца И помраченного ума моего, И погаси плавя мост растей, Ибо его Бог несчастен. Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня От всяких злодеяний, Ибо Тебя благословляют все роды И причисто ими Твои славятся Во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, Святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ибо мы усердно к вам прибегаем, К скорым помощникам, Молитвникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Обрадана, Мария, Господь с Тобою, Благословен ты в женах, И благословен плод чрева Твоего, Яко родилась, и Христа спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, Счастнага желтарящего креста Господня, Не остави над грешных уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твои, И благослови достояния Твое, Победу на сопротивные дары Твое, Сохраняй крестом Твое жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, Родителя и Сродника, Благодетеля, Метаполита, Иллариона, Епископа и Птихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священария Акима, Павла и Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Липец, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Метрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корниеля, Александра, Диодора, Метрополита Тихона и весь священнический, иноческий чин. И высшие истины служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, иноэмдающихся священникам, если угодно тебе. Смири власть и воинства их, наведи страх твой на них, дабы издавали мудрые законы, дабы было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушений на них. Пробуди их совесть и благослови Владимира, Демитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Редогена и Амана. И даруй мира Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Мужчина, сыните это мирное время. Слава тебе, Господи, Божий наш, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохрани. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить наши таланты, дарованное тобой, Господи. И сохрани и в этот день от всякого рода зла, греха, непосильных искушений, и защити жилища наши здесь и селения от пожара, от воров, от нечистой силы. Живущих там, благослови Андрея, Игоря, Игоря Ферапива, Владимира, братья Борящего Людмилы, Любовь Владимира, Алексея Иосифа, и прежде добрых жителей с детьми. Слава тебе, Божий наш, и сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щады, Виктора, Сергея, Севастяна, Людмилу, Нину, Алекину. Выведи всех на проповедь, на тяновые души. И пошли благовестников христианам, кизвищникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Услыши, Господи, прими нашу молитву, Север. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Едру, Руссенька, и Тимур, дай веру, не дай погибнуть, и Самир. Найдя отступников, покинувших попыщик, здоровыми, Михаила, Николая, Александра и Юрия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Упокой, Господи, в обители небесных ушлопсах, хозяйцы братья наших, новопреставленные Анны. И понять, человек, который, явно земли не сегрешил бы, чтобы были добрые предстатели за нас. Упокой, Господи, и сохрани. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Бог и Его, обоощь. Свят, 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 Господь, Слава, вся земля полна, слава и ваулюя. Слава, Вышний Бог, Он в земле мир, в человеке благоволение. Благодарю за тот день, когда дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за день, который дал мне в Святую Библию. Указал на толкование святых отцов на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне греши. Благодарю Тебе, мой ангел, за эту ночь. Столько лет Ты хранил и защищал. Не покинь смертный сейчас, когда душа будет разлучаться от тела. Проведи душу по мытарски. Веди на веки вещь от Царства Христа Бога нашего. Аллилуйя. Аминь. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители бедности, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. Благослови нас, Господи, помилуй. Каждый Бог, даже жилье Сергею и Гавриеву. Святитель Христов Никола для Благослови, еще доктореств, моли Бога, но святые пророки Илья и Рисея, и Моисея, и Самуила, и Аарон, и Авель, но Иосиф, патриархи. Да исполнит Господь Духом пророческим Церков Свою, бодоедень, приход от Нашего Отшествия не застал нас не готовы, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полумилей добрых дел садял их в Духе Святом с любовью, Аллилуйя. Молите Бога на святые ангелы, архангелы, феорумы, сятофимы, небесные силы, предстоящие престолы Божьи. Апостол Петр и Павел, ангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн даруют Господь нам жажду и следуют Священное Писание. Ибо через них мы думаем вежедвещивание свидетельствуют о Тебе. Молите Бога на святые мужчинки, мужчинцы, имя те богоносец, поликан, сменский, святые пилософ, космай, Дамьян, Андрей, слатилат, и рун, мужчины. Климент римский, климент анкирский, архивный, комедийский, георгий, погодоносец, пантелеима, сорок святых мужчин. царь Николай, святой царское семейство, Владимир, Вениамин и Осип, Борис и Греб. Молите Бога о нас. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Ты нашел приход, где все на виду, и земля лучшим, и пасе богаче. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь, великая Тебя благодарность Муфиму, Вениамину, да и веру, и устрашив родителей с такой воспитанием. Святцы, Василий Великий, Георгий Богослов, Иоанн Ватаусов, Анаси Великий, Френ Сирин, Антоний, Макарий, Антоник, Леодосий, Корнили, Леодосий, Иеронафис, Иеронид Слепан, Перпися, Рафин Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кринштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Иеронид, Иеронид Николай, Макарий, Иоанн Касик и Валерий. И все перевозчики Священного Писания. Пройдите мимо нас, благослови нас, Владыка, чтобы мы вышли на встречу Господу, высшиеся, горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными и лея добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью, Аллилуйя, и благослови путешествующим братьям наших, в России, жилищами их, Раису, Льва, Виктору. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, воздай добром благодетелям нашим, помогавшим нам. Будь милостю к нам, спаси и сохрани. На Тебя уповая душа моя, помилуй нас, Господи, помилуй нас. И найди новая душа, обрати на путь спасения. Благослови, Господи, всех помогавших нам в путешествии, в миссии. Виктора, Николая, Павла, Динаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежда, Людмилу. Слава Тебе. Ну, приставленную Анну, упокой в убителях и бестных. Помоги ей пройти мытарство, Господи. Слава Тебе. От пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Потерянного Александра, найди, Господи. Не дай ему погибнуть. Тише, источник, найди. Умудри нас во спасение и сохраняя от всякого рода зла и греха, непосильных искушений и в этот день. Посети болящих, дай силу перенести страдания и пошли мы с целью. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежда, Татьяну, Татьяну, Валентину, Нину. Слава Тебе, Боже наш, Благодарю Тебя за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться на пользу человеку. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Господи, сохрани это наше сокровище в интернете книги, здесь их пути, трудящихся, Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Содружество. И надеюсь, все наше родство, Идокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Роман Айсбак по духу лжи, и дары духовного рождения Виталию, Никите, и желание трудиться в поте лица. Аллилуйя, только Ты можешь, Господи, оковы греха помочь разбить. Молите Бога на святые жены и девы, феклы первомущенца, Патина, Самарнина, Певрония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроника Юни, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Благодарю Тебя, Господи, за помощников, сколько Ты дал. Хвала Тебе, и как Ты усмирил врагов. Слава Тебе. И это от Тебя. Исправь не покорилась Галина, семейство, Евгения, Надежда. Играя, и сердце каждого человека. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Для Тебя была душа моя. Слава Тебе, Боже, наш. Слава Тебе, Евгения, Галина, семейство ее, найди, обрати, покорил их, усмири. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, благослови Благодарил их, Бегмилу и Анну. Утяни нашу молитву, воздя они рук, как жертву вечернего, благослови, приятной перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле. Любящий наш Отец, любящий наш Отец, любящий наш Отец, услыши нашу молитву о всем заповедывающих нам молиться о них. Спаси и помилуй ради голодовских страданий Твоих, неложного обещания. И соедини молитву нашу с желающим нам блага и исполни их просьбу. Тебе, Боже, слава и слава за все. Отец, сын, и святой Бог. Аминь. Говори, Господи, вводой, кто слушает и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok и благослови Господа Терентия и Екатерину. И все устрой по воле Твоей, святой. И в желании помочь брату Игорю, этот Петр, Господи, чтоб все было безобманно. И это дело сам устрой. Помоги ему приобрести необходимое для уборки урожая. И труд наш сохрани от недобрых людей и зверей. Слава Тебе за все вовеки. Аминь. Доброе утро всем. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Аминь. Ты не зажмуряй глаза, рукой ли как прикрой, ты спишь аккуратно. Во время молитвы я смотрю, и всё поплыло. Постарайся как-то бороться, как-то уколоть себя или ещё. Время-то уходит. Видишь, сегодня пришёл адамант. Была бы она две периоды, она бы всё слышала, была, сбазрила её, всё. Больше не бери без моего разрешения, прошу тебя, не забывай. Слушай, какой вот вопрос, ответ. Всё. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 7. Тема священства. Вопрос 1941. С какого времени стало правилом, чтобы епископы были обязательно монахами? «Может это и к лучшему, так как ещё до того, как монах станет епископом, он много времени подвязается в монастыре и становится кротким и спокойным, и с ним легче будет другим жить?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Теоретические благие концепции были бы оправданы, если бы практика хотя бы чуточку помогла в этих благих ваших рассуждениях. Появилось это заблуждение, что только монахи должны быть епископами рано. Уже в IV веке это был установившийся обычай. Это дало в дальнейшем чёткую тропу, пробитую до наших дней, что если карьеристский дух влечёт человека к епископскому сану, то он это пронесёт и через послушание, лишь бы вырваться на тактический простор епархиальной власти. И вот он уже на кафедре. И тут из него полезла волчатина. Деяние 20.29. Ибо я знаю, что по отшествии моём войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Житие Арсения Тверского, память 2 марта. Между тем на родине блаженного Арсения в Твери возникли нестроения. Тверской епископ Ефимий внёс немалое смущение в свою паству. Отличаясь с неуступчивым характером, вступался он в мирские дела. Не имея смирения христианского, он отличался великою гордостью и тщеславным высокоумием. Своим поведением епископ вооружил против себя не только князя и бояр, но и духовенство, монахов и простых мирян. Четыре дня спустя митрополит со всем священным собором разбирал дело Тверского епископа. Ефимий сначала защищался, но отцы собора обличали его неправые деяния, его лишили сана и послали на заточение в московский чудов монастырь. Житие святого Александра Неусыпающего, память 3 июля. Замечал преподобный, что епископ в делах своих поступал несоответственно своему званию. Видел он не по правде поступающими и воеводу городского и других важных сановников, и проникшись Ильиной ревностью и вместе с тем, будучи преисполнен кротости, безбаяненно и смело обличал, научая их правде от слова Божия. Всем он был учителем и наставником, но не всем приятна была такая его ревность, особенно же начальствующим. Некоторые из духовенства, хотя и удивлялись его удовлетворительному житию, но весьма ненавидели его и возбуждали против него епископа. Поэтому послан был от епископа самый злобный и подьякон по имени Малх со многими слугами к преподобному, чтобы выгнать его из города. Епископ еще более воспылал гневом и советовался своего долю, который также был гневен на святого. После этого взяли преподобного из обители тайно от народа ночью и прогнали его в Халкиду. Разогнали также и братья его, и разошлись все куда мог, угодив в Богу и приведя души многих ко спасению. Отошел ко Господу в глубокой старости, подвязаясь в иночестве пятьдесят лет. Житие святого Феофила. Память 23 июня. Сначала епископ не внимал их клеветам и не давал им веры, зная своего эконома за человека во всех отношениях добродетельного и безупречного. Но так как те не переставали клеветать из зависти, чуть ли не ежедневно взводя на Феофила разные унизительные обвинения, то мало-помалу епископ начал склоняться к их словам, выслушивать их клеветы и доверять им. Спустя некоторое время он оставил Феофила от экономской службы, так чтобы тот более ничем не управлял ни в архиерейском доме, ни в церковном имуществе, но чтобы жил у себя дома, тихо и безмолвно, отдыхая от трудов. Экономская же служба была поручена другому. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера не от пощения по 40 дней, не от неспанья по месяцу, но от Библии. Жития описывают случаи с Аврамием Затворником, с Иоанном Коломым и другими, что они по одному разу вышли в мир и тут же приобрели падшие души. Так сколько же таких возможностей пересидели, перемолчали в пустынях за всю свою долгую молчальническую и затворническую жизнь. Такие таланты имели и закопали на такую глубину, что и сами не могли при жизни найти их. Спасибо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 7. Тема «Священство». Вопрос 1943. Почему в епископы ставят не прежде, как человек отречется от семьи? Разве семейная жизнь удаляет от Бога? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бог не отдаляет. А монахи отдалили всех женатых от управления церковью и захватили всю власть в свои руки. Не надо было им давать сначала, а теперь они уже никогда не отдадут эту власть. Это очень хорошо отмечает отец Григорий Петров. Прочтите его письмо к митрополиту Антонию в книге нашей «К истинному православию». Особного характера судебные вопросы и религиозного характера радикатальных решений. «И сколько бы апостол Павел не говорил, владычникам это, но с них как вода с гуся. Им хоть кол на голове тиши, они будут тешить себя свою властью безразмерной и безраздельной над тупостью нашей». 1 Тимофею 3.2 «Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». Требования, которые ставятся к пресвитеру, относятся полностью и к епископу, так как этим названием раньше звались и тот, и другой. Титу 1.5.15 «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их и ум их, и совесть». А когда из каждого года конкретно возникло это безбожное установление, что епископы должны быть только монахами, неженатые, сегодня никто не укажет. Думаю, что сразу же, как ушли в мир иной апостолы, стали переделывать жития, стилизовать их, переписывать. Так о жизни апостола Фомы пишут столько не суразец, а история и не сохранила из его биографии ничего более написанного в Евангелии. А остальное – мифы и легенды монахов. Житие святого Василия Великого. Память 1 января. Однажды перед святым Василием оклеветан был брат его, епископ Севастийский Петр. Про него сказали, что он будто бы продолжает сожительство с женой своей, которую оставил перед посвящением епископы. Епископ уже не подобает быть женатым. Василий, увидев невестку свою, сказал, «Здравствуй, сестра моя, лучше же сказать, невеста Господня, я пришел сюда ради тебя». Она отвечала, «Здравствуй, ты, причестнейший отче, и я давно уже желала облобызать твои честные ноги». Затем Василий повелевшим упомянутым пяти добрительным мужам, чтобы они всем рассказали о том, что видели, и те поведали народу, как они видели в церкви ангелов Божиих, витавших над одром блаженного Петра, и супруги его, и намощавших ароматами непорочно их ложа. После сего все прославили Бога, очищающего угодников своих от лживой клеветы человеческой. Красиво жить не запретишь, хочу, живу как надо, что совесть скажет вопреки, считайте за ограду. Писание Божьего никто не отменил, не спрятал, не превратится бы в скотов с грехом, как барса пятна. Не стоит выгоду искать за счет полей другого, когда устал и ляжешь спать, прославишь Иегову. Храни что есть, свободу, честь, под старость все сгодится, необходимо нам учесть, что ценен плод, не листья. Красиво жить не есть и пить, красиво одеваться, припрятать больше, накопить, хватая полной пастью. Красиво значит со Христом, по заповедям Божьим, в душе Евангелию престол и Божий страх под ножьем. Согласно с волею Творца, довольным быть веселым, с благословением роса падет на наш поселок. Красивые юноши отвагой и целомудрием девицы, не любят милостыню скряги, грибы сушеные их лица. Красиво хочется пожить, с женой красивой повенчаться, ничем не пользуйся чужим, жить со Христом нет выше счастья. 19 июня 2003 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон», том 7, тема «Священство», вопрос 1944. «Повышенные требования, пусть даже только некоторых лишь в сегодняшних архиереях своим посомам, не оттолкнут ли слабых, новоначальных от церкви?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На это не нужно смотреть, потому что есть каноны и соответствующие эпитемии. «И в житиях были такие архипастыри, которые желали чистоты в церкви». 1 Коринфянам 4.21. «Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом к ротости?» 2 Коринфянам 10.10.11. «Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна, такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично». 1 Коринфянам 5.3.5. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим другом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа, нашего Иисуса Христа». Житие Геннадия. Память 31 августа. Святой патриарх Геннадий имел обыкновение не поставлять в пресвитеры желающего до тех пор, пока он не выучит наизусть всю псалтирь, ибо сей великий архиерей Божий ревностно заботился о строгом соблюдении чина церковного. Он сознавал, что сей чин только тогда мог быть исполнен тщательно, когда все священники и клирики будут научены книжному разумению и возмогут понимать разумно писание божественное. Ибо пресвитер, не обученный книгам, не мог бы учить иных, не мог исправлять и наставлять на путь спасения, не зная сам спасительного пути. На таковом сбываются слова Христовы. Может ли слепой водить слепого? Не оволи упадут в яму. Лука 6, 39 Землетрясения будут по местам. Под нами задрожит земля от страха. Еще натужится, встряхнется и чиста от нечисти, освобождаясь махом. Необъяснимое подземное движение. Каких-то складок или же морщин. От нечисти пришло освобождение. Из-за греха и нет других причин. Воображением нельзя себе представить, какая сутолока будет ку-тюрьма. Все рушится, что из бетона, стали. Останется в живых одна тюрьма. Ей провалиться легче до гиены, чем развалить ее по кирпичу. До страшного суда знать будут эти стены. Громада не колеблется ничуть. В нее еще затарят христиан последнего набора и этапа. Последних снимут на большой экран. Быть может, патриарха вместе с папой. Их нарекут преступниками века, творящими немалое смущение. Не согласившихся себе поставить метку на руку и чело. Таких всех ждет мучение. Смоковницу трясут, спадают листья. Сместятся неприступные утесы. Рекой кровавой искушением листья... Простите, или... Рекой кровавой искушением лица Эфир заполонили мухи-песьи. Не пожелай, программа государства. Сожмется усыхая вожделенья. Воды и хлеба нет в ином богатства. В последнее вошли землетрясения. Трясутся руки, губы и сердца. Основы, цитадели и престолы. Здесь, малодушным, не сносить венца. Для гнойной раны чип последнего укола. 3 октября 2003 год. Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 7, тема священства. Вопрос 1972. Почему даже архиереи перестали проповедовать? И когда им про это напомнишь, они в ответ «Само богослужение есть проповедь». Всегда ли так вели себя пастыри и архипастыри? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если пастырь не проповедует, то его ждет великое горе, и он есть убийца кровавый. 2 Тимофею 4.2 Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 1 Коринфянам 9.16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, ибо это, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Деяние 20.26.7 «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Василий Великий. 1 января. Одним из важнейших его занятий в это время было проповедание Слова Божия. Часто он проповедовал не только каждодневно, но и по два раза в день, утром и вечером. Иногда после проповеди в одной церкви он приходил проповедовать в другой. В своих поучениях Василий живо и убедительно для ума и сердца раскрывал красоту добродетелей христианских и обличал гнусность пороков. Предлагал побуждение стремиться к первым, удаляться от последних, и всем указывал пути к достижению совершенства, так как сам был опытный подвижник. Самые толкования его направлены, прежде всего, к духовному назиданию его слушателей. Житие Дмитрия Ростовского. Память 21 сентября. Вступив в управление Ростовской митрополией, святитель Дмитрий нашел в ней великие нестроения. В то же время он старался искоренять в людях всякого звания, злые нравы, зависть, неправду и другие пороки. Особенно огорчало свидетеля духовенство своим невежеством и пренепрежением к проповедованию Слова Божия. «Увы, окаянному времени нашему говорил святой Дмитрий в одном из своих поучений, что отнюдь пренебрежено то сеяние, весьма оставлено Слово Божие, и не знаю, кого сначала исправлять требуется. Сеять ли или землю, и рефли или сердца человеческие, или обоих вместе, вкупе непотребны стали, и нет творящих добро, нет ни одного. Сеятель не сеет, а земля не приемлет, и реи не брегут, а люди заблуждаются, и реи не учат, а люди не вежествуют, и реи Слово Божие не проповедуют, а люди не слушают, и слушать не хотят». У многих из духовных лиц свидетель не находил даже доброго нравственного воспитания. Напротив, с горестью приходилось ему замечать, что отцы семейств были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними. И что еще удивительное, продолжает святой Дмитрий, что иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. И еще узнал, что иерейские сыны приходят ставиться на места отцов своих, которых, когда спрашиваем, давно ли причащались, многие поистине говорят, что и не помнят, когда причащались. О, окаянные иереи, не родящие о своем доме, как смогут заботиться о святой церкви, домашних своих ко святому причащению, не приводящие? Как смогут приводить прихожан, когда не пекутся о спасении душ тех, которые с ними в их доме? Еще более святитель исполнился благочестивую ревностью, еще сильнее стал он скорбеть, когда узнал, что некоторые священники, забыв страх Божий, не воздают должного почитания причистым и животворящим тайнам Христовым. В одном из своих поучений иерейм святитель повествует о таком событии. Случилось нам в январе 1702 года ехать в город Ярославль. На пути вошел я в одну сельскую церковь. Совершив обычное моление, я хотел воздать достойную честь и поклонение причистым Христовым тайнам и спросил тамошнего священника, «Где животворящие Христовы тайны?» Священник, как будто не понимая моих слов, стоял в недоумении и молчал. Тогда я снова спросил его, «Где тело Христово?» Священник не понял и этого вопроса. Один же из опытных иереев, меня сопровождавший, спросил его, «Где запас?» Тогда священник вынул из-за угла сосуд зелок гнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню, на которую и ангелы взираются страхом. «И возболебновал я о том сердцем весьма», говорит святитель, «Что в таковом непочитании хранится тело Христово и что чести при чистым тайнам подобающие не знают. Удивись, осемы неба и земли, ужаснитесь концы». Святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатков. В первом послании святитель отецки увещевал пастырей оставить свое злонравие, запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чад и тщеславиться своим званием и положением духовного отца. Умолял, чтобы они как можно чаще поучали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности, стремясь совершенно искоренить недостатки в среде духовенства. Святой Дмитрий сознавал, что наиболее действительным средством для сего служат доброе учение и воспитание. Святитель написал после сего сочинения об образе Божии и подобии в человеке и разослал его по своей епархии. А царь Петр повелел как можно чаще печатать это сочинение. Он хорошо знал, что не только в Малой, но и в Великой России редко у кого есть славянская Библия. Ее могли приобрести только люди богатые, бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы, какую доставляет чтение сей богодухновенной книги. Многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования. В этом большим препятствием было для него совершенно расстроенное его здоровье. Святитель Дмитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пастве с красновечивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания Слова Божия. Проповедованные им истинны христианства, изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей своей простотою беседы отца с детьми, учителя с учениками. Если бы возможно было отыскать и собрать воедино все поучения сего российского златоуста, их должно бы оказаться великое множество. Но, к величайшему сожалению, весьма многие его поучения утрачены. Утрачены. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема священства, том 8, вопрос 2167. Есть ли надежда, что епископы поймут необходимость пробуждения, что наконец-то и они начнут содействовать просвещению народа? Есть ли у вас известие, что хотя бы один из них начал меняться в лучшую сторону, ревновать об истине? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. В этом случае приходится говорить уже как о чрезвычайном чуде из чудес, просто из области мифотворчества и фантастики. Но мне и такое пришлось в жизни испытать. Вот как дело развивалось. Предлагаю вам ознакомиться только с одним письмом моим к архиерею, как раз к нашему, который и ныне здравствует и уже по-другому мыслит, чем 7 лет тому назад. Мы очень благодарны Господу, что наш архиерей поддерживает наши начинания по просвещению, не отбрасывает в отвал наши книги. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам, преосвященнейший владыка Евтихий. Получил только что ваше письмо по поводу статьи моей о слове от церковно-славянского к великорусскому языку. Статью эту о слове я написал, будучи в краевой больнице и прежде чем сдать ее в набор, сказал обо всем том, о чем вы и пишете, что будет такая именно реакция кое от кого, и при том с последствиями вплоть до того, что вы и изрекаете. А Иоанн Златоуст говорит, что напасть беда переносится легче, если заранее к тому готовишься и приход несчастья не постигнет внезапно нас. Когда я был в Америке, то не раз говорил митрополиту Виталию, чтобы вы были поставлены епископом по Сибири, то есть у нас. Не скрою, что всю жизнь терпя преследования от епископов, имею уже опыт их работы и видел, что самое важное, что они могут делать то, могут делать то, это, двоеточие, разрушать, отлучать, в кавычках спасая церковь, освобождая ее от, в кавычках, смутьянов, от всего, что не вмещается в прокрустого ложа их безрадостного утробного бытия. Осечь, не пущать, отлучить. И вот только на днях я имел трехчасовую беседу в больнице в кардиологическом центре со староавряческим епископом по Сибири Сулуяном Килиным, где он лежал. Он так же, как и вы, твердейший за церковно-славянский язык. Перевод синодальной Библии по его словам еретически есть, и все творения святых отцов, что перевели Никоньяне все юридическое. И что по заказу Никона и Алексея Михайловича масоны исказили все, сокрыв истину. Для него все святые после 1966 года. Серафим Саровский, Анн Кронштадтский, Игнатий Беренчанинов, Феофан Затворник, Царь Николай Второй, Оптинские Старцы, Иннокентий, и все-все это еретики. И что они где в аду ныне. Так они и учат свою паству. К ним перешел из новобрядцев архимандрит Михаил Семенов, ставший у них епископом канадским. Его они ныне в печати своей именуют апостолом 20 века. Но при его жизни они убивали его, о чем подробнейше и написано в их журнале «Старообляческая мысль» за 1914 год. И загубили они его, доведя до умопомешательства и погиб он телесно в 49 лет, а был экстраординарным профессором Санкт-Петербургской Академии в 24 года. Старообрядцы не могли простить ему его неординарность, что он посмел не только встать наряду с ними, но и далеко вперед их шагнуть. Разве здесь не кричит невежество необразованность закоснилось ревнителей застоя? И еще он не требовал от переходящих от синодальной церкви перемены обрядов троеперстия на двуперстия. А вот уж этого-то ему они их а уж этого-то ему ни их глава церкви архиебископ Иоанн ни тогдашняя верхушка простить не могли. О том писали Зенин и другие его сторонники епископа Михаила. И еще в синодии здесь я не только про себя говорил часто мы просим у Бога не того а на свою же грешную голову. А я ведь ходатайствовал о вас чтобы вас рукоположили епископом для Сибири то есть и для нас. В этом плане могу сказать ему скажут от чего же на руках у тебя рубцы и он ответит от того что меня били в доме любящих меня Захария 13 6 Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши несмотря на то что чрезвычайно любя вас я менее любим вами 2 Коринфянам 12 15 Вы сразу же загрозились написать против меня митрополиту Виталию в Синод якобы чуть ли не от ереси какой спасаете кого-то Зачем же так? Есть такая поговорка Старого быка чем больше бьют тем шкура толще у него Так и со мной Как у деда щукаря где бы какой бык не бегал в собак ли она обязательно на меня наткнется порвет мне гачи Кто только не пахал на моей спине прокуратура милиция КГБ суды тюрьмы лагерь патриархия сектанты и прочее прочее правда все заразные как будто бы во мне найден корень зла Иов 19 28 Сколько отлучали меня разные митрополиты гидеоны но потом реабилитировали в сущем сане а ведь каждый раз мог бы сказать да делов то да не держусь это свое место но всякий раз пред всеми становился на колени и просил прощения видимо стою я и перед вами простите если оскорбил вас почему бы вам хотя не предположить что если моя ревность оттолкнула меня от вас как от ревнителя церковно славянского языка то почему бы хотя на равных вам не заговорить со мною пока я еще не епископ и не митрополит почему бы вам точно так же не написать некий трактат хотя бы такого же объема как материал мой о слове с такими же ссылками на библию на каноны на святых отцов церкви что вот нужно именно на непонятном языке вести службы читать слово божье в храме по имени псалтирь евангелия апостола но этого то и нет а есть только окрик и тяжкая угроза притом с первого же прочтения с листа и при том что ни в служении нигде вообще я еще не сделал ни шага чтобы было так как я говорю а только лишь молюсь о том пред Богом и это вы возводите в такую смертельную вину мне что меня и общину даже две общины отца и Акима готовы пустить сразу же под топор гнева епископского сразу навечно да полно же прикиньте что написал против патриарха и всей московской патриархии один только отец Глеб Якунин и клички их КГБшные публиковал и что написал и что написал отец Георгий Эдельштейн не думаю чтобы не сравнили реакцию МП на их брошюры публикации как и на труды Зои Крахмальниковой и однако там все еще их терпят а тут даже и сравнивать нельзя ибо ваша взрывная реакция на одну лишь публикацию не задевающую лично вас никак и вообще лишь против непонятности в богослужении и вы сразу же требуете моего отречения как у Галилея и угрозы и тут я мог бы сказать с сегодняшнего дня я и буду стоять за порогом соглашенными ежели моему дорогому епископу я так не угоден но не скажу я этого но буду смиренно ожидать вашего благоразумного решения приезда а вы сразу же и от евхаристического общения отреклись с нами думаю что может статься что митрополит выслушает тебя и будет остерегаться тебя и по времени возненавидит тебя Сирахова 19.9 старобрядцы ругают 300 лет Никона за его жестокость хвалят же о вакууме протопопа который говорил царю Алексею Михайловичу ты мне Михайлович дай власть я из них Никоньян сок выжму я их всех перепластаю просто бог не дал авакууму власти а то бы еще и похлеще Никона завернул у меня много брошюр отца Александра Миллианта где все написано на два столбца и канон Рождеству и другие каноны и Акафис на славянском и на русском и там ведь нет такого дикого фанатического иступленного презрения к русскому языку как сегодня у старообрядцев нет этого как просто отлучать научились отлучили и запретили ни одного архиепископа Лазаря и епископа Валентина но отцу Виктору Потапову попало и епископу Илариону досталось с такой легкостью пошли в кавычках памяти Варнавы Стеняевы Аверьяновы и как будто ничему уже и после этого не научились простите с такой легкостью пошли к памяти Варнавы Стеняевы Аверьяновы и как будто ничему уже и после этого не научились но махом одним росчерком пера десятки душ без окормления готовы оставить за статью за частное мнение одного негодного человека что это не оттуда ли где Янгус горел когда Орлова Татьяна дочь Никиты Феоктистовича завезла меня в Лос-Анджелес к отцу Александру Миллианту то только заодно это Орлов ее отец и архиепископ Антоний Лос-Анджелес буквально истоптали меня в ногах своих Я видел это там у них ни день ни два видел что хороши им только те кто против МП безоглядно у Миллианта же много больше народу чем архиерея Антония которого священник Миллиант и не поминает на богослужении как своего правящего архиерея поиск врагов вовне красных и белых притом без причины но за так по привычке во вред себе а вина вина Амиллианта всего-то и состояла в том что принял якобы из МП священника мирно беседовал с ним а Орлов даже устроил драку там физическую и тем немало похвалялся мне а теперь читаю как гнали архиепископа Иоанна Шанхайского Максимовича иные и этот же Антоний Лос-Анджелеский а теперь этот же Антоний вынужден канонизировать ганимого им же некогда вот они гробницы мертвым пророкам а ведь с первой встречи просили вас ладыка не воевать против нас не убивать нас то что вы защищаете непонятное слушание в храме это меня страшно огорчает но не разделяет с вами вы вмещаетесь в мое сердце я же пребываю на служении на церковно-славянском языке вы вмещаетесь в моем сердце я же хотя пребываю на служении на церковно-славянском языке а только мыслью не по-вашему и уже одно это сделало меня невместимым в вас. Отчего же так? Разве вы больше меня любите, русский народ? Не думаю. Когда здесь молодому священнику иным 17 лет от роду показали нашу статью о крещении, то он в ответ изрек, что мог бы и лучше и такое же написать из этих же книг надергать выдержек, но с другим смыслом. Узнав это, я сказал, пока я еще не знаю, кто такой этот отец Сергий Фессун, а вот когда он докажет то, что обещал, тогда познаю, что он антихрист. Когда же ему это передали, то он сразу же и ответил, а я и не читал этот материал о крещении. Так-то. Вы даже не попытались, слово хотя сказать, на выдержку из Феофана Задворника и на решение собора 1917-18 годов по русском языке, но вы рассыпались страшной бранью написав «Беспросветная, бессовестная клевета, вы решили уйти, громко хлопнув дверью, по обращению ума, прогрессирующая мало-помалу прелесть бесовская с гордыней, самоуверенностью питаемая». Дорогой мой, да разве вы не знаете, что большая часть священников погибает, и что Серафим Саровский сказал вас? Отчего же не прилагаете к себе ни слова? Так ли любите себя, как меня? Вы изрекли в этом последнем вашем письме «Не могу оставить без последствий столь грубого вашего проступка агрессивности и лжи». Предполагаю принять такие меры. Первое. Запрещение публикации без церковной цензуры. Просить вас о публичном же покаянии в написании данной статьи. Если же такового не будет, то... Второе. Запрет катехизаторской деятельности. Третье. Публикация моего ответа и этот призыв вас к покаянию. Если же вновь будете упорствовать, то и отлучение от церкви. Епископ Евтихий. Этим и заканчивайте свое письмо, полученное мною 11 сентября 1995 года. Отвечаю по пунктам. Буду только рад и всегда ищу церковной цензуры. О покаянии каким чином? И что нужно будет говорить конкретно, чтобы покаяние было с сознанием, с доказательством от вас, что я не прав? А иначе какое же это покаяние, если вы не доказали моей вины, «А я не чувствую, что земля вертится, шевелится под солнцем». Укажите на конкретные выражения предл... Так, простите. «А я не чувствую, что земля вертится, шевелится под солнцем». Укажите. «Ой, не вижу. Скажи». «Пред солнцем». «Пред солнцем». «А, пред солнцем». «А я под солнцем». «Простите, что земля вертится, шевелится пред солнцем». Укажите на конкретные выражения, предложения, фразы, чтобы я мог защищаться, а не так, как Кирилл пред немецкими епископами стоял, и они осудили его, будучи сами приверженцами трехязыковой ереси. Данная статья мною написана под впечатлением того, что я вижу ежедневно в храмах Московской Патриархии, «А в храмах РПЦЗ я не вижу ничего, ибо их тут нет. Зачем же подсуседиваться к чужому обвинению?» «Когда я вел занятия в местных школах, институтах, то местный благочинный подсматривал за мною и написали против меня статью. Кто же такой Игнатий Лапкин в «Краевой газете»? Делали упор на то, что я деговорил об их связях с безбожной властью. Они говорили, что мирянину не дозволено о Христе говорить, что я не православный дед. Дошло дело до суда, и тут уж они сделали все, чтобы я забрал из суда заявление на их клеветы». По пункту 2. Я веду занятия в тюрьме. Это моя работа. В университете этой работой я не задеваю никого. Это не катехизаторская работа в церкви. Церковной катехизаторской работой я и не занимаюсь. Так что и запрещать нечего. Отлучение же крайне нежелательно ни мне, ни вам, ибо оно будет при лицом Христовым и не в углу совершаться. А если же таковое совершится, то приму как дар Божий и буду плакать у дверей извне. Но, Римлянам 8.35 «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Когда уже прошло столько времени, и от вас не было ответа, я совсем недавно только подумал и сказал, значит, не достигла цели моя статья. Но вот с разных сторон зашевелились тени, погоны и рясы, и пошли письма. Ага, значит, статья живая, ей дают жизнь, слава Богу! Отлучение от церкви даже для таких светил, как Златоуст, принесло скорбь многим его друзьям. Так и ныне здесь. Но и это можно перенести из великой любви к погибающим овцам России. Перенесем и это. Метрополита мы все любим. И какие бы меры прещения не исходили от вас, мы всегда будем называть вас к себе и любить вас. Своим письмом вы меня несказанно обрадовали, ибо хотя и ревнуете, вы не по рассуждению, но статья-то моя живая. И придет время, когда эту статью будут искать. Служение у нас идет на церковно-славянском языке. В богослужение я никак не вмешиваюсь, а за людей, которые приходят через проповедь из погибающего мира, я несу пред Богом ответственность. Светельствовать миру о любви Божией, приводить сектантов в церковь, кто может это запретить? В нашей общине я несу еще служение староста и попечитель, и за каждую выборную должность я держусь, никому не уступлю без сбоя. Но ваше слово для меня закон, и я сию же минуту подчинюсь и отойду в сторону. Евреям 13.13 Выйдем к нему застан, нося его по руганию. В моем письме лежит и копия другого письма от отца Иакима на ваш вопрос. Попутно, если это можно, хотя бы на ваш запрос. Попутно, если это можно, хотя бы несколько выдержек из вашего письма прочтем. Прошу вас, отец Иаким, прислать мне ответ. Со всеми ли вы утверждениями Игнатия Тихоновича согласны? Потрудитесь дать анализ статьи. У меня есть письмо Игнатия Тихоновича, где он пишет, что на все действия берет ваше благословение. Если не примете мер к исправлению последствий статьи, то я вынужден буду отмежеваться от вас, то есть от этой самой статьи. Я вынужден буду пойти на самые крутые меры, вплоть до запрещения священнослужений. Уже сейчас, пока я не получу ответа на свои письма, я отказываюсь служить на ваших приходах в Барнауле и в Потеряевке. Повторяю, что отец Иаким к статье никакого отношения не имеет, ни к составлению ее, ни к благословению, ни к одной. Говорите о последствиях от этой статьи. А вот этого-то и нет нигде. Нигде все остается так же, как и было при вас и без вас. Это лишь подборка материала. Ни на служении, ни на молитвах это никак и никоим образом не отражается и не могло отразиться. И отрекаться, давать анализ не своей статьи, да разве до этого доходили гонители Солженицына, когда... Да разве до такого доходили гонители Солженицына, когда заставляли отрекаться от архипелага ГУЛАГа? Если же митрополит примет решение, хотя заочно вроде бы это не должно делать, то это будет на чьей совести и кому на руку. А в душе-то митрополит любит Россию, и я ее люблю. И потому как бы незримое благословение нашего архипастыря всегда было со мной и будет всегда. Хотя внешне его могут ввести в заблуждение, что было и не так давно. Мартин Лютер писал римскому папе, что хотя ты, папа, излишься на меня сейчас, но когда я умру, только тогда ты поймешь, как тебе не будет хватать меня. И раз требуете от отца Иоакима ответа срочно, то ясно, что вы преувеличили мнимые последствия стадии. Вам нужно будет помнить слова премудрого Соломона, 6 глава, 5-8 стихи. А мне уж думается, что не искали ли вы благовидные причины, чтобы только избавиться от нас, не вмещающихся в обычные представления о верующих. Это видно было и в письме вашем о том, неуютном своем состоянии у нас, о вашем пребывании здесь писали открытым текстом. А причина-то ясная, премудрость Соломона, 2.15. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличные пути его. И вот представился благовидный случай расправиться с нашей общиной. Поверьте мне, дорогой наш архипастырь, что я ваше сегодняшнее письмо буквально цитировал еще месяц назад, зная вашу реакцию. Думаю, что вы просто не пободрствовали. Скрыть общины, уничтожить, стереть нас в порошок можно. Но суть-то дела от этого не меняется. Народ-то во тьме так и остается, а Россия во мгле гибнет. И в конце вы пишете, что не за себя ревнуете, но за церковь, за верных обязаны болеть. Но мне разве недорога эта церковь? Римлянам 1.14. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам. 1 Коринфянам 9.22. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Только потом, когда этих обвинений за эту статью о слове окажется уже недостаточно, чтобы распять меня, то чтобы не искали еще двух лжесвидетелей, чтобы делу придать видимость, законность суда, а не бессудного в расправе. Есть такое выражение Кампанеллы, кажется. Пытка вопрошала, а боль отвечала. Родить и воспитать легко ли? Убить щелчок пулька в 9 грамм и никогда не оживить. Так и родить, обратить, привести из мира труд титанический. А отлучить, запретить тут иногда достаточно такому епископу, как Феодосий Омский, как рассказывают священники его просто самодурство. А Гегиону хватало звонка полномоченного. И когда они разрушали от страха, это был один грех. Но когда ныне никто не жучит, не жжет епископа, а он делает это не менее ревностно, это уже совсем иное. И исход иной будет для него. Тут тоже есть о чем подумать. Столько дней бредут, света истинного не видят. Сколько людей бредут, света истинного не видят. Многие так никогда и не покаются. Сколько же нужно труда. Сектанты задушили город и страну. А тут наше шевеление о том, стоит ли давать русским людям свет Евангелия. Боже мой, да что же это с нами сделалось? Да куда мы завалились? И страшно сказать, кто более всего воюет против русского языка. Прошли годы, и кто знает ныне гонителей Иеронима Стридонского? А он называл гонителей священников антихристами. Дорогой владыка, вам придется все же готовить катехизаторов, а не запрещать. И не под спудом держать светильники. Живая вода, она и из-под каменных плит пробьется. Не замуровать. Если уж за 73 года геноцида устояла церковь, то надо радоваться. 11 сентября 1995 год. Игнатий. Прошло 8 лет с тех времен. За это время в русской православной церкви за границей произошло несколько расколов. Многое поменялось. Когда-то нашего епископа заносило на сторону далеко от нас. Но вот теперь все его прихлебатели сдвинулись в никуда. Он сам теперь сторонник того, чтобы люди понимали читанное. И сам он в канон, читаемый над усовшим, внес более понятные слова о русске. Это слабенькое приближение к полному переходу на родной великорусский язык. Но все же. Приехал к ним высшим мой брат священник Иоаким. И видит, что архиерей читает канон, а служители сидят и между собой разговаривают. Оказывается, что это они так выказывают свое несогласие с архиереем, в кавычках, еретичествующим. Протест проявляют. И не хотят по-русски даже молиться с ним. Теперь уже он в той роли, какую некогда нам отводил. Только и подивишься долготерпению Божию и милости Его, вразумляющей нас окаянных. И кто более всего против меня наседал, как Михаил Афанасьевич Буряков, ставший даже диаконом при посредстве этого же Евтихия, он со своими Ермогенами даже жаловаться пытаются в сенот на своего любимого Кормчева. А мы не можем нарадоваться на нашего епископа. Да сохранит его Господь, да поможет ему и дальше продвигаться в истине. Вот еще два письма верующих во Христа. Письмо митрополиту Лавру. Ваше высокопреосвященство, благословите. Прошу любезно разъяснить вопрос и некоторое недоумение, которое возникло между мною и моим епископом, преосвященным епископом Евтихием, и которое он не смог удовлетворительно разъяснить, благословив меня обратиться к вам, как к предстоятелю высшей церковной власти. Почти два месяца назад на совещании нашего духовенства я узнал, что трём, по крайней мере, приходам епархии разрешено совершать богослужения с употреблением современного русского языка. Это два прихода на Алтае, поселок Потеряевка и город Барнаул под окормлением протеерея Иакима Лавкина, и в городе Красноярске, и романахом Александром Лузиным. С недавних пор и сам епископ Евтихи стал проявлять недюжий интерес к переводческой деятельности, правя по своему усмотрению слишком, в кавычках, грубые или, цитируемое слово, непонятные слова на престольном Евангелии. Самый последний пример. Владыка Евтихий читает русифицированный заупокойный канон на отпевании. Как свидетельствует тысячелетняя история русского православия, никто, кроме обновленцев, живцов, не отважился на введение такого новшества, как изменение языка церкви. Недоумение вызывает и то обстоятельство, что сам владыка Евтихий в одном из своих указов несколько лет назад по этому же поводу с ответственностью утверждал, цитата, что переход даже отдельных приходов в епархии на употребление русского языка за богослужением неизбежно вызовет церковный раскол. Публиковано православный журнал «Возвращение», номер 4, Санкт-Петербург, 1966 год, страница 29. Неужели архиерейский сенот или собор зарубежных архипастерей за прошедшие годы принял постановление о замене церковно-славянского языка в качестве богослужебного современным русским по желанию отдельных настоятелей или даже прихожан? «Высокопреосвященнейший владыка, рассейте мою скорбь и темноту. Подтвердите, пожалуйста, что означенного документа в природе не существует и своей твердой первоиераршей рукой приостановите соблазн распространяющий у нас в Сибири. С любовью о Господе и пожеланием доброго здравия на первосвятительской ниве законопослушный клирик Ишимско-Сибирской епархии Богоявленского собора Диакон Михаил Буряков. Тюменская область, город Ишим, 1-я западная, 17, телефон 8-345-51-68-79. Ваше Высокопреосвященство, к всей скорби Диакона Михаила присоединяюсь и я, сам Иерей, Игорь Дубров, и клирик Богоявленского собора, и ремонах Иермоген Петров, и ремонах Савва Богдан. Просим Ваших святых молитв Ишим электронная почта Ивар Собака Ишим.ру 22 января 2003 год. Простите, пауза пару минут. Продолжение следует... 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 2, 37, 67, епископ Евтихий. Кавычки открываются. Поездка в Потеряевку. Недавно епископ Евтихий вернулся с Алтая, где посетил общину верующей в деревне Потеряевка. Жизнь в этой деревне отличается тем, что ее устав позволяет селиться там только православным, трудолюбивым, без вредных привычек людям. Глубокое знание Библии – та основа, на которой зиждется быт и вера Потеряевцев. Когда-то деревня исчезла с лица земли и вновь возродилась благодаря двум братьям Лапкиным – Иоакиму Тихоновичу и Игнатию Тихоновичу. Протоиерей Иоаким – настоятель Потеряевского свято-анфимовского прихода. А Игнатий – главный организатор и вдохновитель жизни Потеряевцев. Игнатий Тихонович широко известный не только у себя на Алтае, но вообще в России и за границей проповедник. В церковной иерархии он занимает первую ступень – чтеца, но несет на себе основной труд проповеди. Всю жизнь, несмотря на преследования, Игнатий изучал Священное Писание. Сам написал семь томов трудов по изучению Слова Божия. «Для меня общение с ним и его сподвижниками – это заряд энергии в деле проповеди нашей веры», – рассказывает Владыка. «Я сразу вижу недочеты в своей пастырской деятельности, о чем они говорят мне прямо без обиняков». Такие поездки, кавычки закрываются, такие поездки епископ совершает регулярно, посещая каждый свой приход как минимум один раз в год, а всего их у него более двенадцати. Н. Богославская. Богословская. А всего их у них более, а всего их у него более двенадцати. Простите. И кавычки... Двадцати. О, двадцати, а я двенадцати. Простите, а всего их у него, этих поездок, более двадцати. Н. Богословская. Решимость срочно лидеру нужна, священнику, епископу тем более. В день покаяния идти против рожна, львы прославляются, не зайцы и не кролики. Где нет решимости за истину восстать, зерно не прорастет и камень не поднимет. Трусливым, боязливым не быть возле Христа, не изменить апатию и климат. Будь ты епископ, даже патриарх, но если был крещен без погружения, имей же мужество, хотя в зачатке страх, сломи свое прямство и дай врагу сражение. Решительно, сегодня, навсегда, с привычками дурными нещадно распрощаться, соратники осудят, будут наседать, пугать отступничеством, ересью, несчастьем. Не опускай глаза, сумей тотчас сказать, что мы, сказать, что говорит нам Библия, каноны, столпом во храме будь, не отступись назад, расшаркайся с грехами на земном поклоне. Возврата к прежнему, не знать по бездорожью, другим испытанное смело возвести. Себя зауважаешь, жизнь не напрасно прожил, через болото гать сумеешь намостить. Героев веры дух святой венчает, евангельскую проповедь воздвигни на горе. Бог предается нами, как трусостью молчанием, но твой маяк над скалами один будет гореть. Кто не отвергнется решительно родных, мешающих последовать за Богом, погаснет там светильник, заилится родник, на ровном месте заплетутся ноги. Нам власть дана, не в силах описать, на силу вражью наступать на змея. Смущает первый шаг, сотри испуг с лица, с Христовой властью выступим, сомненье одолеем. 3 сентября 2003 год, Игнатий Лапкин. На сегодня все. Спаси Христос. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok